Друзья, всем привет и добро пожаловать на Stratford Tent Россия. Это еженедельная рубрика Weekly Talks в чуть-чуть измененном формате. В сегодняшнем выпуске мы не будем много говорить. Мы будем отправлять вас по ссылке в описании или в подсказке, где вам удобно. Переходите на нашу страницу в Facebook и читайте там переведенную статью со Sky Sports. Дело в том, что на этой неделе стукнуло 3 года с момента дебюта Маркуса Рэшфорда за Manchester United. И небольшой обзор со статистикой. Такая достаточно интересная статья вышла на Sky Sports на английском языке. И специально для вас мы ее перевели, поэтому переходите по ссылке в описании. И сегодняшний выпуск мы посвящаем целиком и полностью этой статье. И выпуску Маркуса Рэшфорда, выходу Маркуса Рэшфорда на поле в матче с Митюландом. Когда он забил сначала 2 Митюланда, на этой же неделе 2 Арсеналу. Потом еще забывал в дебютах во всех турнирах, плюс за сборную. В общем, Маркус Рэшфорд это выдающийся талант. И на основе этого опыта, который у него уже есть, еще через 3 года он станет одним из самых знаменитых и самых выдающихся форвардов в Европе. Ну, во многом он этим обязан и Луи Вангалу Жизамуринию, и, конечно же, Оле Сульшеру. И об этом влиянии мы также говорим. Поэтому переходите по ссылке и читайте нашу статью. Заодно оставляйте ваше мнение о том, насколько вам такой текстовый формат травится. Или мы будем чередовать это с выпусками видео, как это было раньше. Что ж, на этом, пожалуй, буду прощаться. Зову всех в воскресенье 24 февраля в 17.05 по московскому времени мы играем с Ливерпулем. В 16.00 начнется прямая трансляция на нашем канале Stratford & Russia. Все присоединяйтесь, поговорим о тактике, о предстоящем матче. И, в общем и целом, пообщаемся с вами во всем, что происходило и на этой неделе тоже. Что ж, у меня же на этом все. Болейте за Manchester United. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравится то, что мы делаем. Оставьте свое мнение, пожалуйста, в комментариях о текущем формате рубрики Weekly Talks. Ну и, конечно же, присоединяйтесь к нам на прямой трансляции в воскресенье. До новых встреч. С вами был Алексей. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»